Я приветствую всех радиолюбителей и сегодня хочу рассказать о радиоприемниках ВЭФ. Собственно говоря, я уже ранее говорил о желтой серии, там ВЭФ Спидола, ВЭФ Спидола, там ВЭФ Десятом. А эти приемники уже шли за той желтой серией. Вообще-то за желтой серией после десятого был двенадцатый. Для меня он, честно говоря, мало интересен. Он и некрасивый, и ничего в нем такого особенного нет. Буквально два дня назад, проходя мимо приема металла, видел слип 12 ВЭФ. Я думал, что там хотя бы какие-то диапазоны, типа 13, 16, 19, экспортный вариант. Нет, там был обычный ВЭФ, антенна у него была поломана, собственно говоря, взять с нее было и нечего. Я оставил, даже не стал спрашивать. Вот приемники, которые были после 12-го. Это один из самых массовых приемников, это ВЭФ 201 и ВЭФ 202. Вот когда я гулял по барахулке очень часто, как правило, один, два, а то и три приемника из этой серии, 201 или 202, обязательно присутствовали. И, собственно говоря, ну, мне кажется, это самый-самый широко распространенный приемник. Ну, может быть, там Россия, там какая-то 300, какая-то третья, там еще довольно часто встречалась. И селки раньше очень встречались. Что-то сейчас селки стало поменьше. Ну, вот, ВЭФы практически есть всегда. Из магнитофонов по распространенности у нас весна 212, по-моему, такая точно. Был период, когда идешь и обязательно 1, 2, 3 этих 212 присутствовало на рынке. Сейчас стало их поменьше. А вот ВЭФы не убыли. ВЭФы так они и есть. Ну, я один раз купил, по-моему, 201 ВЭФ, но не удержался. Он был в очень хорошем состоянии, практически идеальный и более чем умеренная сумма была. А вот приемник на базе 201, который шел на экспорт, 204, он достаточно редкий. По-моему, это у меня второй, потому что первый был, я с ним легко расстался, а потом понял, что крайне редко встречающийся аппарат. Они отличаются между собой только диапазонами. Фактически, это один и тот же приемник. Ну, я не говорю о том, как оформлена у него шкала, панель передняя. У него было два вида оформления. На базе 12-го там был такой черный квадратик, вернее, черный прямоугольник. Или же полностью вот алюминиевая панелька. И еще вот то, что можно было снять с донора 201 в пользу 204. Собственно говоря, корпус один и тот же, ну, кроме задней крышки, на которой написано там 201 или 204. Вот эти вот планочки те же самые, но, как видите, вот на 201 тут есть вырезано прямоугольник такой. И вот здесь абсолютно целая передняя панель, решетка. Поэтому не получится отсюда переставить туда, если у вас будет дефектная решетка. Ну, вот это вот лимитирующая штука. Я почему решил рассказать о том, фах, не потому, что там они широко распространены. Вы знаете, ну, ума много не надо накупить там их там 500 штук этих, 202 или 201. Я покупаю, ну, я не знаю, может быть, дальше не буду покупать, мне уже, как бы, хватит. Те, которые шли на экспорт. А это вот аналог 202 экспортный вариант, это 206. А, как я говорил, 201 это 204. Если первые ВФ и ВФ Спидола и просто Спидола, они, те, которые шли на заграницу с 13, 16, 19 метров, они никак не обозначались там какой-то отдельной индексацией, то вот эти приемники, видите, им свои номера отдали там 206 и 204. Ну, 202 хорош тем, что с него практически все подходит на 206, ну, кроме шкалы, ну, и опять-таки задней панели, на которой написано так, все одно и то же. Вот три ВФа стоит у меня 206. У меня нету, к сожалению, есть еще один вариант, на котором было написано не ВФ 206, а Вега 206. Ну, я не знаю, есть ли варианты, на которых там написано Астрат или Сибанэй, которые шли вообще там то ли на Кугу, то ли еще куда-то. Жирыми я их не видел. Вегу я видел как-то раз 206. Ну, у меня вот только три. Чем они отличаются? Ну, базовый 206 это вот такой удар-в-удар 202, ну, кроме, так сказать, диапазонов. На 206, впрочем, как и на 201, 204 в ВФе, нету пустой планки для подключения там магнитофона, или еще стоит просто дополнительная планка с коротководновым диапазоном. То есть, у нее получается не 7 диапазонов, как вот, например, у этого самого 201, а 8. Чем они отличаются? Еще раз я хочу сказать, что вот эти вот два, они практически одинаковые, если не считать, что у ВФа корпус, видите, такой темно-малиного цвета, еще автомобилисты называют этот цвет гнилая вишня. Ну, и черная передняя панель. Такие ВФы, ну, я не знаю, вообще цветные ВФы были первые вот эти все спидолы, там, ВФ спидолы, там, включая десятую, они делали из разных пластмасс, там были и зеленые, и красные, и такие бирюзовые. А потом пошел в 12-й, который абсолютно черный был. И вот только к Олимпиаде, ну, как мне говорили, якобы, там, 5 колец и 5 разных цветов, но я не видел никогда зеленого или голубого или синего ВФа. Вот был коричневый, был ярко-красный и вот такой вот серо-буро-малиновый, скажем, такой цвет. Я думал, что, может быть, кто-то взял 202-й ВФ и переставил все с 202-го, ну, барабан, шкалу и заднюю панель. Нет, в интернете я видел, что есть и у Харченко там на сайте, есть фотография такого вот, значит, он, по всей видимости, изначально шел таким вот. Поставлю его сюда. Он отличается от ВФ вот этого, потом еще тем, что у этого черного ВФа, скажем так, шкафа у него проградуирована в метрах, а здесь в мегагерцах и килогерцах, соответственно. Вы знаете, мне привычнее в метрах разбираться, потому что я тогда знаю, там, на каких частотах, когда слушать. Ну, сейчас я вообще ничего не слушаю, и слушать там нечего. Я включу чуть-чуть позже, покажу, что там осталось у нас от пиршества, как говорил мой знакомый, один раз он включил, и на 49 метрах он насчитал то ли 51, то ли 59 станций. Они сидели одна на одной. Сейчас, конечно, такого нету. Но в те времена, когда мы были в Советском Союзе, жили, и хотели услышать там сему новгородцев, город Лондон, Би-Би-Си или Голос Америки, а работали глушилки, сейчас роль глушилок исполняет радиомусор от всех Wi-Fi, там, от бесперебойников, от зарядок импульсных, а тогда специальные глушилки, которые четко жужжали именно на этих частотах. А на 19, 16 и 13 метрах глушилок не было, потому что основная масса приемников была там 25-31 метр. Но эти диапазоны, они вот 13, 16, 19, они в основном дневные, то есть днем там их можно слушать, а потом вечером лучший прием уже идет там к 41-49 метрам. Ну, я все включать не буду, сейчас включу вам, покажу, что тут у нас. Какие у них особенности эксплуатации этих аппаратов, ну, или отрицательные черты качества, я не знаю, как это сказать. Ну, вот когда, вообще-то изначально этот ВЭФ был предназначен на 6 батареек. Батарейки вот такого типа, ну, вот сейчас это китайцы всякие там, наша сила делают. А тогда у нас они назывались 373-е элементы, ставились 6 батарей. Поскольку они обычные, солевые были, они очень часто текли. И когда электролит протекал, он разъедал, а контакты, и очень часто эти пружины изъедены все ржавчиной, их надо или менять, или что-то другое, вычищать. Это была большая проблема. Также еще, когда стояли батареи, они вот зажимались, а пластмасса это вещество аморфное, материал аморфный, и вот крышки изгибались. Вот такая вот была беда. Собственно говоря, все эти ВЭФы, начиная с первой спидолы, это развитие друг друга, там мало что менялось. Ну, скажем, там маленький динамик менялся, вот здесь стоят эллиптические динамики. В основном, честно говоря, тащили все, вот, фактически два десятилетия, одно и то же. Внутри, как стоял вначале, вот такой конденсатор воздушный. Видите, такой, ну, смотришь, в это время японцев малюсенькие, совершенно конденсаторы, тем более здесь никаких ЭФМов нету, не предполагалось никаких ЭФМов. В принципе, ЭФМ-то можно сейчас вставить, ну, тогда придется или что-то нагородить очень сложное, или же отказаться от всех диапазонов, а для упрощения использовать этот штатный КПЕ, но у него же емкость меняется, там, от, скажем, ну, я не знаю, там, может быть, от 7 пикофарад до 400 с чем-то. Это последовательно поставить конденсаторы, ну, где-нибудь там пик на, ну, грубо говоря, там 30-40, и тогда он будет годным для того, чтобы настраиваться на ЭФМ. Естественно, полностью ВЧ-тракт надо будет какой-то вставить, можно от какой-нибудь китайца или еще что-нибудь. Это для того, что я говорю, чтобы не мучиться, там, не врезать, как-то по-хитрому не согласовывать с ручкой настройки, только из этих соображений. А вообще-то говоря, сейчас, конечно, слушать практически мало там, что можно на всех остальных длинных, средних, коротких диапазонах. Честно говоря, у нас сейчас и на ЭФМ там. Или реклама, или доморощенные песни, ну, в общем, помните, как там с нагрузкой давали апельсины, там, какую-нибудь ерунду, консерву какую-нибудь. Так вот у нас сейчас музыкальные такие консервы даются. Ладно. Так. По-моему, я так более-менее вам все рассказал. Сейчас я включу его. А, здесь стоит уже блок питания, специально рассчитанный под ВФ, такой квадратный. Ну, я его купил, этот аппарат с этим блоком. Я еще даже шнур не менял, где-то там не контачит. Так, что это у нас? 19 метров. Сейчас антенну не оттащим. Где-то на краю лавы станции. 16 метров. 16 метров. Какое-то идет с искажением. Такое ощущение, что это гармоника. 25 метров тут должно быть что-то. 25 метров и 31 метров на одной планке. 41-49 метров, у меня в районе 49 метров, сейчас будет спускаться. 60 метров, переходящий 75, 90, 105, до 150, до 160 метров. Так, средний волновый диапазон, тут еще что-то есть у нас. Сказал есть, ничего не поймал, но вообще тут есть станции. Сейчас попробую, может быть, контакт плохой. Вот так, громад. Мы почули сегодня про цель досвита. Ну, как минимум, одна станция есть, я выключу ее, поставлю. Как видите, толку от них мало. С точки зрения коллекционирования, ну, может быть, они интересны. Это целая эпоха. Для буржуинов делали, и нам попадало. Я так понимаю, наверное, люди с переплатой брали эти аппараты. Ну, аппаратами, наверное, трудно назвать. Ради приемники. Вот, что я хотел рассказать. Надеюсь, вам было интересно. Мне сейчас проще таким вот Sony пользоваться. На тех же коротких волнах там. Хотя, по большому счету, то же самое с жужжами. Но зато портативно. И на духу батареи, как они не на шести. Батареи в те времена уже не помню, сколько стоили. Вот у меня, когда я покупал магнитолы, привезенные из Германии, вот привозили. Вот батарея, по-моему, вот эта, 95-го года, алковайн. Она до сих пор держит напряжение, практически там 1,4 вольта у нее. И другие тоже. Вот я даже написал полтора вольта. И они не сильно-то текут, вот эти алковайн-батареи. Качественно сделаны. Че не скажешь, а салют. Звучит siguем. Продолжение следует.